Ну что ж, в очередной раз рыбалка, щука и опять голый торс. Подумалось, а вот есть ли еще в мире такой правитель, который обожает обнажать свой торс? Ну, наверное, Владимир Владимирович считает себя Аполлоном. Да, есть такой свати-третий, монарх королевства Свазиленд. Народ там живет, мягко говоря, неважно, бедность, пит и все такое. Бедствием добавлена неограниченная диктаторская власть этого самого голого короля. Но бедствия народ не смущает. Каждый год юные патриотки Свазиленда устраивают нечто вроде Сматринтоплес. Король выбирает очередную жену в свой немалый гарем. Он, конечно, дороден, толст, не то что некий северный владыка, с которым, кстати, имеется дружба, сотрудничество, естественно. Дородность, кстати, в Африке ценится больше, чем кубики пресса. Но, собственно говоря, рассуждая о всех этих голых торсах, щучьей охоте и всем прочим, народ почему-то забывает о месте действия. А напрасно. То самое место, где происходит самая мистическая рыбалка, где два часа гоняются за одной щукой. Так вот, повседневная жизнь этого региона очень интересна. Для сравнения, предположим, что президент какой-то европейской страны, скажем, Финляндии, например, решил поехать на отдых в какой-то из своих медвежьих уголков, к одному из великолепных своих финских озер. Где рядом вполне современный поселок, где развивается туристическая инфраструктура, куда люди любят ездить в отпуск, все там живут хорошо, непринужденно, спокойно. Почему бы не провести свой отпуск в таком достойном месте в своей достойной стране? А что мы знаем о том месте, где отдыхает Владимир Путин? Республика Тыва – воловой региональный продукт на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по России. 80-е место среди регионов России. 2460 долларов в год на человека. Ожидаемая продолжительность жизни для женщин в Тыве – это 63 года, на уровне Кении, Мавритании и Папуа-Новой Гвинеи. Для мужчин и вообще 58 лет – это на уровне Бенина, Буркина-Фасо, Того. Республика Тыва занимает четвертое место в стране по количеству преступлений на 100 тысяч человек 2682, на две трети больше, чем в среднем по стране. Полагаю, что добавлять к этому ничего не надо. Вот где проходят образцово-показательные рыбалки русского царя Владимира. Кстати, не поверите, в «Россия-24» про рыбалку Путина журналист, рассказывая, сказал следующую фразу. «Путин ныряет, и рыба принимает его фактически за своего». Они там совсем уже повернулись, не знаю, что и говорить. Вы думаете, вот эти фотографии с голым торсом – это про то, чтобы возбудить какую-нибудь домохозяйку в глубинке России? Нет, я думаю, что это не про Плотское. Просто голый по пояс мужик – это пахан. Ну, как в джентльменах удачи. Пахан сидит по пояс раздетый или рвет на себе майку и остается с голым торсом. Моргалы выколю. И всем становится все понятно. Так что это такой их блатной жаргонный сленг, который они демонстрируют на всю страну. А вы думаете, что речь тут о торсе, кубиках на животе нет, господа? Это пахан демонстрирует, кто в стране главный. Ладно, широка страна моя родная. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Путин и Шойгу. Кстати, осталось еще несколько вопросов ко всему этому делу. Вопросы политического сезона. Появится ли с голым торсом Кадыров, когда мы наконец увидим второго мачо? Далее. Чем ответит Трамп? Разденет ли он в ответ Меланью? И еще. Есть ли какие-нибудь аргументы у Путина, кроме голого торса? Да просто мы завидуем, скажут некоторые. Классно выглядит, крутой мужик. Это точно. Правда, есть одна неувязка. В сеть попали фотографии вот такого типа. Спуск инвалида на землю после фотосессии прорусского богатыря.